Это пульс дня на РТН, мы продолжаем выпуск. Шесть человек погибли и 20 получили ранения в результате обстрела Белгорода, сообщил Минздрав России. Украина не комментировала эту атаку, но в ночь на четверг Россия нанесла очередной массовый удар по Украине. Среди погибших в Белгороде один ребенок, годовалая девочка, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. 17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей, в тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, шесть человек. У девяти пострадавших в состоянии средней тяжести, двое мальчиков 7 и 15 лет с контузией и с ушибом плеча, после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение, написал Гладков. Ракетная атака на Белгород началась вскоре после полудня по местному времени. По версии Минобороны России над регионом были сбиты 14 реактивных снарядов. О том, обошли ли какие-то ракеты систему ПВО, ведомство не сообщало. Очевидцы сообщали о серьезном повреждении торгового центра на улице Плеханово, а также о падении обломков ракет на школьный стадион. Опубликованы видео и фото, на которых видны разрушения и работы медиков. Источник РИА Новости утверждает, что погибшая в Белгороде девочка при обстреле находилась в коляске, бабушка гуляла с ней на школьном стадионе. Украина не комментировала обстрел Белгорода. Там в 128 квартирах, в 10 многоквартирных домах выбиты окна. Также повреждения выявлены в 15 частных домовладениях. Осколками повреждены 34 автомобиля, перечислил губернатор области в одном из своих постов в Телеграме. Есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий, также пишет Гладков, не уточняя, в каком именно предприятии. По его словам, после отражения средствами ПВО воздушной атаки есть разрушение еще в нескольких поселках в Белгородской области. Лунный посадочный модуль, созданный Хьюстонской аэрокосмической компанией, стартовал сегодня из космического центра НАСА имени Кеннеди на мысе Канаверал. Ожидается, что он станет первым американским космическим аппаратом, совершившим посадку на Луну более чем за полвека и первым в истории принадлежащим частной компании. Посадочный модуль, получивший название «Одиссея», отправился в космос вскоре после часа ночи по местному времени на ракете Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска. В ходе онлайн-трансляции НАСА и SpaceX можно было увидеть, как двухступенчатая ракета высотой с 25-этажный дом поднялась со стартовой площадки и устремилась в темное небо над Атлантическим побережьем Флориды. За ракетой тянулся желтый огненный шлейф выхлопных газов. Изначально запуск был назначен на утро среды, но был отложен на 24 часа из-за отклонения от нормы температуры жидкого метана, используемого в двигательной установке посадочного модуля. Компания SpaceX сообщила, что проблема позднее была решена. Пока что на этом все. В следующем часе мы увидимся с вами в вечерних новостях.